Ну как тебе этот фильм? Если у вас спрашивают ваше мнение или, может быть, у вас не спрашивают вашего мнения, но вы все равно хотите высказаться, то короткие слова типа могут звучать и будут звучать немного примитивно, ну если честно. Поэтому давайте мы сейчас с вами выучим 7 великолепных фраз, которые помогут вам правильно и красиво поделиться вашим мнением на английском языке. Готовы? Поехали! Первая фраза это I'd say that. Говорите вместе со мной. I'd say that. I'd это сокращенно от I would. И переводится эта фраза как я бы сказал, я бы сказала что. Например, у вас спрашивают How did you like the movie? Ну как вам понравился фильм? А вы говорите I'd say that. Я бы сказал что. Я бы сказал что. Я бы сказал что. Я бы сказал что он был действительно интересный. Кстати, that не обязательно использовать, его можно опускать. I'd say the movie was really interesting. Или вы можете сказать I'd say that или просто I'd say it was kind of boring. Я бы сказал что он был ну какой-то скучный. Итак, I'd say that. Я бы сказал что. Давайте скажем это еще раз вместе. I'd say that. I'd say или I'd say that. Сказали? Следующая очень простая фраза это I think. I think, я думаю. Или еще в Британии говорят I reckon. Я думаю, я считаю. Например, тот же самый вопрос. How did you like the movie? Ну как вам понравился фильм? How did you like the movie? Вы можете сказать не I'd say that. Я бы сказал что. А вы можете просто сказать I think it was really interesting. Я думаю, что он был действительно интересный. Или Мне кажется, я считаю, что он был каким-то скучным. I think или Следующее выражение запоминаем и говорим вслух. Мне кажется, что Скажите Опять же That Можно опускать Мне кажется, тебе это идет. Или Мне кажется, что тебе это идет. Допустим, ваша подруга красиво приоделась и спрашивает у вас вашего мнения. Она говорит Ну что думаешь? What do you think? А вы говорите It seems to me that Мне кажется, что It seems to me that The skirt is a bit too short Что юбка немного коротковата. It seems to me that Скажите It seems to me that Мне кажется, что Excellent Или, например, вы хотите высказать свое мнение по поводу того, что кто-то говорит. Как вам, допустим, сказать Мне кажется, он прав. Он прав. He is right. Мне кажется, что It seems to me that Мне кажется, что он прав. Сказали? А как вам сказать Я бы сказал? Помните? I'd say I'd say that Давайте скажем Я бы сказал, что он прав. I'd say that He is right. Итак, повторим. Мне кажется, что It seems to me that Придумайте ваше предложение с It seems to me that внизу под этим видео. Напишите их внизу, а я потом почитаю. Кстати, дорогие друзья, Хочу вам напомнить, если вы еще не знаете, потому что я постоянно получаю сообщения с вопросами, есть ли у меня какие-то обучающие видео и аудиокурсы, я считаю своим святым долгом напомнить тем, кто этого не знает, что да, специально для вас я создала несколько обучающих видео и аудиокурсов для начинающих, для среднего уровня и для работы, английский для работы, которые вы можете найти на моем официальном сайте быстроenglish.com Мне кажется, что они вам точно понравятся. Ссылку на сайт я оставлю здесь, внизу под этим видео, или где-нибудь здесь вверху. Следующая фраза, которая поможет вам высказать ваше мнение, это очень просто и вместе с тем очень полезно. Опять же, после них можно ставить кто-то что-то говорит, а вы добавляете Я уверен, что это правда. Или вам кажется, что кто-то привирает. И вы говорите Что я сказала? Я не уверен, что это правда. Например, вы услышали какие-то новости, ваш иностранный знакомый у вас о них спрашивает, а вы говорите Мне кажется, что это неправда. Я не уверен, что это правда. Скажите Очень хорошо. Не забывайте все говорить вслух. Помните о том, что чем больше вы говорите все вслух, тем лучше вы все запоминаете. А теперь представьте, как вы хотите кому-то сказать Я уверен, что тебе нужно это сделать. Тебе стоит это сделать. Стоит это Я уверен, что тебе стоит это сделать. Например, тебе стоит взяться за изучение английского. Тебе стоит начать его учить. Например, можно добавить Сказали? А если вам скажут, например Знаете, что это значит? Да, я не уверен, что продавать дом это хорошая идея. I'm not sure selling the house is a good idea. Итак, давайте скажем это еще раз. I'm sure that Следующее очень полезное выражение, которое, кстати, очень часто встречается в английском, это И то и другое довольно популярно в этом языке, поэтому очень рекомендую запомнить оба этих выражения. Переводится это как Я полагаю что. Как видите, они все как бы между собой похожи по переводу. I suppose that или Сказали? Как их можно использовать? Например, вы можете сказать Знаете, что это значит? Я полагаю, что ты прав. Или Ну, я полагаю, что это правда. Или можно также сказать Или, допустим, кто-то вам что-то предлагает куда-то сходить или что-то сделать и вы отвечаете Ну, я полагаю, мы могли бы это сделать. Да, можно. Как вы это скажете? По-английски это будет звучать так Полагаю, что да, мы могли бы это сделать. Я полагаю, что это хорошая идея. Итак, давайте скажем это вместе. Я полагаю. Следующее выражение. Готовы запоминать? As far as I know Насколько я знаю. Насколько мне известно. Хорошее выражение, правда? Давайте скажем As far as I know. Например, вы говорите кому-то Насколько я знаю, этот город очень дорогой. Как это сказать? Правильно, вы скажете As far as I know This city is really expensive. Или смотрите, вот такой вот интересный диалог, где встречаются сразу три наших новых выражения. Заметите их? И сейчас я вам кое-что скажу, а вы попробуйте понять. Знаете, что я сказала? As far as I know Насколько мне известно, Насколько я знаю The English language Английский язык gives you a lot of opportunities Дает вам большое количество возможностей. As far as I know Насколько мне известно, Насколько я знаю. И последнее выражение, оно, пожалуй, самое длинное, но ничего, но очень полезное. Смотрите, звучит так. I've never thought about that, but I've never thought about that, but Что означает? Ну, я никогда об этом не думал, но I've never thought about that, but То есть, его вы можете использовать всегда, когда кто-то начал говорить о чём-то, о чём вы, в принципе, никогда не задумывались. И вы говорите I've never thought about that, but Например, я у вас спрошу Have you ever thought about moving to London? Вы когда-нибудь думали о переезде в Лондон? Скажите мне Я никогда об этом не думал, но Мне нравится и здесь. I've never thought about it Или I've never thought about that, but I like it here Мне и здесь нравится. I like it here Или, допустим, вам кажется, что это хорошая идея. Переезд в Лондон. Как вам сказать? Я никогда об этом не думал, но Полагаю, что это хорошая идея. Помните? Полагаю I suppose По-английски это прозвучит вот так. Я у вас спрашиваю Have you ever thought about moving to London? А вы говорите I've never thought about that, but I suppose it's a good idea. Я никогда об этом не думал, но полагаю, что это хорошая идея. Давайте скажем еще раз вместе I've never thought about that, but Okay, wonderful job! Замечательная работа! Дорогие друзья, для лучших результатов обязательно просмотрите это видео еще один или несколько раз. Ну а за дополнительной информацией, за дополнительными статьями, видео и аудиокурсами по английскому языку заходите на сайт быстроenglish.com Ссылку я оставлю внизу под этим видео или жмите вот здесь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok